Он уходил от стингеров и закрывал от пуль боевых товарищей два года на войне. Три боевых ордена. О службе Александра Елистратова можно писать книги и снимать кино. Сегодня офицер проводит уроки мужества в школах и учит детей благородству и мужеству. О воинском подвиге в канун 30-летия вывода войск из Афганистана в нашем сюжете. В Кабул они прилетели полной уверенности, без страха и осторожности. Александр Елистратов и пилоты его звена Ми-24, а потом случилось страшное, как в знаменитом фильме «Девятая рота». Когда увидели то, что один вертолет Ми-6 сбивает прямо на наших глазах, и из него выбрасывается только два летчика из семи человек экипажа. Остальные погибают, и вертолет рухнул на землю и сгорел. И вот тут чувство страха было серьезное. Проверка на смелость не заставила долго ждать. С ведомым они прикрывали высадку десанта. Вдруг по солдатам открыл огонь пулеметчик. Александр Елистратов своим вертолетом загородил разведчиков, приняв огонь на себя. На подбитой машине Александр Елистратов сумел дотянуть до Кабула. Уже потом он пытался понять, что же все-таки толкнуло его прикрыть собой десантников. Чувство ответственности за других людей. На самом деле в этом моменте на Ми-8 были такие же товарищи, как и я. Их надо было просто прикрыть. После Афганистана был Чернобыль, потом госпиталь, инвалидность. Сейчас Александр Елистратов возглавляет областную организацию «Союз Чернобыль». Ведет активную общественную работу. Мой девиз такой – дорогу осилит идущий. Что бы ни происходило, надо шагать, шагать и шагать. И тогда ты достигнешь не только своей заветной цели, но уйдешь намного дальше, вперед, чем мечтал или о чем думал. Руслан Шарипов, Тимур Набиев. Новости губернии.